Это проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрия Павленко. Всемирный Русский Народный Собор – одно из ключевых идеологических, духовных и политических событий этой недели в России. Ключевая тема – настоящее и будущее русского мира. Ключевое выступление – речь Владимира Путина на пленарном заседании, в которой он говорил и о прошлом. А именно о том, что нужно помнить уроки революции 1917 года, гражданской войны после распада Советского Союза в 1991. О том, что люди всех национальностей до сих пор расплачиваются за допущенные тогда просчеты. В уроках истории поговорим сегодня. В этой студии приветствую вновь у нас в гостях Валерий Николаевич Тимошенко, доктор исторических наук, профессор высшей школы педагогики и истории Педагогического института Тихо-Коанского госуниверситета. Валерий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Настоящее будущее русского мира. Вообще, давайте для начала определимся, что называется, в терминах. Русский мир. Это словосочетание достаточно часто в последнее время фигурирует. Как будто бы, но сказать, что оно новое мы не можем, потому что, во-первых, как-то оформленного, законодательно закрепленного или в каких-то, не знаю, таких официальных или полуофициальных источниках, оно не присутствует. Хотя пару раз появлялось уже в наше время, в 2000-х и 10-х годах, если не ошибаюсь, в концепциях внешнеполитической, может быть, даже внутриполитической, как бы политики России. И где-то есть отсылки вообще фраза «русский мир», еще там, где-то 11-12 как будто бы. Можете объяснить, что подразумевается под этим, под русским миром? Имеет ли это географические все-таки границы? Категория ли это духовная, историческая или, может быть, геополитическая? О чем речь? Ну, здесь, скорее всего, комплекс. И исторический, и экономический, и географический, и геополитический вот этот русский мир. В 90-е годы, после распада Советского Союза, любого слова, так сказать, «русский» вызывало негативную реакцию, потому что боялись возрождения какого-то русского национализма. Но русский мир, он не относится непосредственно только к русской национальности. Это гораздо глубже и гораздо шире. Это, вот в своей речи президент упомянул о русской цивилизации. Вот это, скорее всего, правильное слово – русская цивилизация, которая возникла исторически очень и очень давно, еще до появления фактически Киевской Руси. На территории нашей среднерусской равнины еще 50 тысяч лет назад уже проживали люди. В то время стоял ледник. Сейчас в Воронежской области есть небольшое местечко, Костенка называется, где ведутся масштабные археологические раскопки. Там участвуют археологи со всего мира практически, потому что в Костенках найдено одно из самых древних поселений вообще в мире 50 тысяч лет назад. Ну, представляете, да, если человек появился где-то 70, может быть, 100 тысяч лет назад в Африке, то каким образом он оказался перед ледником на севере? Это очень интересно. И самое главное, что люди оттуда никогда не уходили. Я смотрел фильм BBC, который я снимала по раскопкам в Костенках. И там говорится так, что от этих людей произошли все европейские народы. И что мне особо польстило, в фильме называли этих людей русскими. Получается, от русских прожили. Интересное заявление, я бы даже сказал, слушай, глубокое. Да, интересно, действительно, очень интересно. Хорошо, но из этого, это пока мы обсуждаем такой антропологический историко-географический аспект. Но русский мир, русская цивилизация, давайте с этим тогда тезисом, словосочетанием работать. Русская цивилизация затем, вот что это? Если европейские народы произошли от, то... Смотрите, европейская цивилизация строилась на других принципах. В основе европейской цивилизации, начиная от Древней Греции, Древнего Лея, лежала частная собственность и эго, эгоизм. То есть от человека идет. В основе русской цивилизации совершенно другое. Это соборность, это общинность, это коллективизм, если можно так сказать. Это какими-то климатическими особенностями обусловлено. Вы просто у меня рисуете, что можно ли выжить в Греции одному, условно? Ну, в целом, да. Потому что ты вышел, сорвал, съел, пошел. Ну, то есть особо труда какого-то не нужно. А в условиях сурового климата, и мне здесь сейчас почему-то аналогии такие понравились, почему одними из самых передовых в авангарде именно социальных государств, это все-таки северные народы, скандинавы, датчане, ну и, собственно, россияне. Да, потому что нам в условиях суровых нужно объединяться. Да, вы абсолютно правы. Географический фактор здесь наложил очень большой отпечаток. Как писал наш великий философ Бердяев, если немец, он вынужден был крутиться на маленьком пятачке, просто земли у него было мало, у немца, он должен быть экономным, бережливым, потому что плюнуть некуда. Уже соседская земля. Вот, рачительным и так далее. А у русских большие просторы. И эти большие просторы можно было охранять только коллективно. Индивидуально не справиться. Поэтому вообще вся Европа была долгое время расколота на маленькие, всевозможные княжества, герцогства и так далее. Они-то объединяться начали только в 19 веке. А мы объединяться начали в 10-11 веках. И это очень важно. И сейчас вот как раз археологи нам преподносят много сюрпризов. Вот этот русский народ, русская цивилизация, так скажем, она ведь распространялась еще до Киевской Руси по Сибири. Даже в Китае находят следы. Китайские археологи в северо-восточных провинциях начали раскопки производить, обнаружили, что там жили славяне. Славяне закрыли эту тему, больше не разрешают. Территориальные вопросы всегда актуальны. И самое главное, вот смотрите, народ тогда был практически один. Говорили практически на одном языке. Потом только произошло разделение на тюркоязычных, на финно-угорских, на славянских, славянские народы. Но и татары наши, и финно-угоры, они тоже здесь тысячелетиями жили на этой земле. Есть эконаук сейчас генеалогия, да, по ДНК определяют. Так вот, недавно американские, польские, литовские ученые провели исследование ДНК у русских, белорусов, украинцев, поляков. Ну, обнаружили, что ДНК-то у нас один и тот же практически. По крови мы один народ, даже с поляками. Р1А. Вот наша гоплогруппа, это X-хромахсома по мужской линии. И от нее никуда не денешься. А если мы посмотрим на татар, вот у нас, у русских, да, у украинцев, где-то примерно 51-52% вот этой ДНК. У татар 27, это самая большая группа. То есть когда-то у нас был общий предок. И все мы жили на этой земле. Валерий Николаевич, ну вот единый когда-то народ. Ну да, исторически так сложилось. Но потом, так или иначе, какие-то исторические, политические, географические, любые процессы, ну вот имеем то, что имеем. При этом говорить о том, что да, с поляками, например, он с общей корни, но там Россия и Польша, это Россия и поляки, ну братский ли народ? Ну не настолько, как минимум, как украинцы и белорусы. И вот здесь, кстати, непосредственно, если ничего не путаю, там и в своем выступлении тоже, Владимир Путин про это говорил, что, вот да, процитирую. То есть, когда он говорил, что нынешние поколения до сих пор расплачиваются за просчеты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного насильного разделения большой русской нации, три единого народа, русских, белорусов и украинцев. Ну я бы сюда еще и добавил и татар. И татар. Это тоже. И финно-угорские народы, Чуваши, Март-2. Но татар нас никто не разделяет. Вот здесь именно про искусственное разделение вот этих народов, как будто бы. И оно действительно исторически сложилось, как будто бы язык-то плюс-минус был один и тот же, но потом где-то литовское княжество, да, и на белорусов влиял, и на украинцев там, и в итоге там Речь Посполитая, и вот это, вот это, вот это все. Но так или иначе, все равно единый народ. И концепция цивилизации, русского мира, это концепция объединения людей, да, и по всему миру. Вот эта общность какая-то духовная, в каком-то смысле идеологическая, она как будто должна сохраняться. При этом искусственно ее нарушают этот процесс. Президент выделил несколько таких точек, которые как будто бы, ну, являются такими ключевыми вот в этом процессе. Революция 1917 года, гражданская война, распад Советского Союза. Как думаете, почему именно на эти события обратил внимание Владимир Путин? Может быть, добавили ли вы что-нибудь еще сюда? Ну, я всегда и студентам объясняю, что если произошло в государстве какие-то резкие изменения, в том числе политическая власть, революции, гражданские войны, во всем виновата правящая власть. Ну, я так понял, что президент обращался не столько к русскому народу, сколько к руководителям, которые стоят и в центре, и в регионах, по поводу жизни и состояния русского народа, вообще нашего, всего народа. Все революции, все перевороты происходят по вине власти. По вине власти нельзя допускать такой ситуации, о которой в свое время писал Ленин, да, верхи не могут, низы не хотят, обнищание народных масс выше обычного, отсюда и революционная активность масс. И Ленин в этом плане абсолютно прав. Поэтому главная задача не допустить какого-то падения уровня жизни населения, не допустить каких-то там межнациональных или каких-то других столкновений. Только в единстве наша сила. У нас должна быть мощная, процветающая, самодостаточная держава, где населению было бы комфортно жить и хотелось бы жить. При этом еще, вот, да, внутренняя политика и внутреннее состояние людей, внутреннее ощущение, это не только финансовое, там, благополучие и так далее, о чем тоже президент говорил, но и какая-то духовная составляющая. Вот это духовное какое-то единство при условии многонационального и многоконфессионального народа России. Но это же очень сложная такая конструкция, как будто бы. Ну, посмотрите, мы говорили о цивилизации западной и цивилизации российской, да. Главное отличие – частная собственность там и эгоизм – основа их цивилизации. У нас коллективизм, общинность и свои моральные ценности, которые совершенно противоположны западным ценностям. И у нас так получилось, что и православная религия, и исламская религия, и буддистская религия, и другие конфессии, они совпадают в основных вот этих вот направлениях, которые присущи русской цивилизации. Запад же тоже, в принципе, совпадает. Тоже христиане, ну, католики, но христиане, основные заповеди – это тоже. Просто сказать, что прям однозначно прям другое противоположно, ну, тоже ведь нельзя. Ну, если мы посмотрим на историю католицизма, вспомните, да. А, ну, с крестовыми походами, да, допустим. И продажи индульгенции, и все вокруг денег крутилось. Даже у Папы Римского все вокруг денег. И фактически разные вещи, я понимаю, да, что вы говорите. А у нас больше духовности. И это совпадает и с другими религиями, которые у нас. Ну, те же, допустим, мусульмане, те же кочевники. Ну, у них никогда не было у кочевника. Какая сейчас собственность? Кроме лошади ничего нету, да? А вот коллективизм был всегда. И вот как раз это совпадало и в православии русском коллективизм, и в тюркских народах наших тоже присутствовал коллективизм. Только коллективно, только сообща, мы можем достичь каких-то результатов. Ведь получилось так, что когда расширялась Россия территориально, мы же не занимались такими уж слишком грабительскими, завоевательными там походами. В основная масса народов присоединилась добровольно. Даже те же самые татары. Хотя татары, я говорю, мы с татарами, ну, братья. По сути дела, да? Вот. И я как-то читал лекцию в одном учреждении, и там был один татарин, когда я рассказывал там о взятии Казани, расширении российского государства. Он сказал, вот вы, русские, пришли, испортили нам всю жизнь. У нас могла бы быть там своя самостоятельность, своя цивилизация. А вы все испортили. Я говорю, я как историк апеллирую фактами. Вот войско Ивана Грозного, которое пришло брать Казань, было огромным. 120 тысяч человек. Сколько из них было русских? 20 тысяч. А кто остальные? Там 70 тысяч только татар было. Это Касимовские татары, московские татары. Это татары, которые были против власти Казани. Конкретно вот этих вот... Конкретно какого-то режима в тот момент. Да, они считали, что под властью русского царя татарам будут жить лучше. И правильно делали, что считали. То же самое с Кучуумом, Ермаком. Ну, 600 человек, их просто там стрелами закидали, 10 тысяч войска сибирского. Ну, сибирские татары тоже понимали, что лучше под властью русского царя, который не трогает их, не меняет их религию, не навязывает какие-то свои стереотипы христианские и так далее. Они запросто переходили в подданство российского государства. При этом, все-таки, да, вот Владимир Путин, цитат. Хочу вновь подчеркнуть, любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть наше общество, это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна. Они о нашем Отечестве, наши молитвы, которые звучат на разных языках. Но, все-таки, посеять межнациональную и межрелигиозную рознь. Мы все, и вот из последних, последние события тоже, внимательный зритель и наблюдатель за происходящей в стороне может, понимает, о чем речь. Есть поползновения, есть попытки. То есть, но есть же, получается, и люди, в которых этот отклик находится. То есть, сказать, что поголовно все понимают вот эту идею единства, ну, тоже нельзя. Понимаете, в чем современные, так скажем, политики, в том числе из числа национальных, значит, наших регионов, они мыслили с категориями сегодняшнего дня. А наши предки мыслили по-другому. В том числе их татарские предки в тот период времени мыслили по-другому. Они считали, что под властью сильного русского царя, который их особо не обижает, не одирает, как говорится, ни налогами, ничем, гораздо лучше и будет эффективнее. Поэтому в смутное время, если вы посмотрите, как поднялись татары. Они же тоже большой костяк войска Пожарского. Были татары. И Минин был татарин. Поэтому рассуждать с позиции сегодняшнего дня о том, что сделали наши предки, неправильно, это неправильно. Почему Путин обратил на это внимание? Наши предки решили, что у нас будет большая единая страна. Они объединялись, добровольно объединялись, входили в состав этого русского государства. И мы можем потерять вот это вот могущество. Вот в чем наше могущество? Это объединение наших народов. Валерий Николаевич, я прошу прощения. И вот давайте напоследок немножко о геополитике. Черный сценарий. А если все-таки? Ну вот, есть действия, исходя из вот этого нарратива, Запад хочет действительно разделить. Президент постоянно про это говорит. Западу не нужна большая Россия. Нет большой России. Есть куча маленьких, давайте княжествами их назовем. Вот эти карты, в интернете их выложено много, планы по разделению России. А если вдруг сбылось? Вот что дальше? Ну, это их мечты. Ну, понятно, важные мечты, но тем не менее. Вот. Да не будет этого. Россия всегда была единой, большой, сильным государством. Я имею в виду, почему нельзя этого допускать. Вот с точки зрения геополитики, с точки зрения... Вот сейчас мы живем в контексте, когда вот эта гегемония Запада, она падает, ну, конкретно одной страны, снижается. Мы видим это и в финансовых расчетах. Мы видим... Много чего говорили, да, там, в части... Там, тот же взаиморасчет мимо доллара, который происходит. Вот мы с Индией вроде бы как будто бы... Ну, вот рупии газ, нефть продаем, рупии получаем. Куда их девать? Нашли выход. Сейчас все хорошо, все складывается. Доллар, там, где-то от этого страдает. Может быть, пока этого не очень... Это не очень очевидно, но тем не менее. Предпосылки к этому есть. Это все падает. И вот в этом контексте, когда все вот это меняется, Россия начинает, ну, такая в авангарде борьбы нового мира порядок, за новый миропорядок. Но если все это, ну, как бы нарушить... Сейчас это даже не так. Если все-таки новый миропорядок случится, вот почему Запад и другие страны в этом блоке, почему они противятся этому? И почему они хотят, ну, действительно обратного? Здесь вопрос просто власти и ресурсов исключительно. Да, по существу да. Потому что основная цель Запада, это всегда было, всегда во всей истории, извлечение прибыли. Это деньги. Если Россию расчленить на маленькие государства, сюда придут западные компании и начнут извлекать прибыль для себя. Конечно, они в какой-то части населения оставят более-менее такой достаточный уровень жизни, чтобы народ не восставал, не бунтовал и так далее. Но, по сути дела, они нас колонизируют. Просто-напросто превратят в колонию. Вот поэтому и весь мир это видит. Он уже был колонией Запада. А Россия никогда не была колонией Запада. Вот. И весь остальной мир сейчас следит, выстоит ли Россия. И тогда они могут присоединиться. Россия предлагает. И Путин предлагает новый, справедливый более мир, который не будет основан на колониализме, не будет основан на безудержном разграблении народов и богатств различных государств. И этот Путин более привлекателен для всего, как мы сейчас говорим, глобального юга. Поэтому нас поддерживают практически все в этой борьбе. То есть в этой ситуации даже посеять сепаратистские настроения внутри страны не столько для того, чтобы раздробить Россию как самоцель, это не является самоцелью, для того, чтобы остановить этот процесс. Потому что наша страна – это главный актор и субъект этого процесса. Совершенно верно. Совершенно верно. Ведь Соединенные Штаты Америки в свое благосостояние строили именно как раз на гегемонии того же самого доллара. Они печатают бумажки, а весь мир за эти бумажки расплачивается. Поэтому у них высокий уровень жизни смогли обеспечить. Но посмотрите на США сегодня и сравните, как они жили в 70-е, скажем, годы. Это очень большая разница. У них масса проблем. Они это чувствуют. И нужно предпринимать какие-то усиленные шаги, чтобы поддерживать вот этот тот уровень американской жизни. Где брать деньги, где брать ресурсы и все такое прочее. Отсюда и такая вот агрессивная к нам ненависть. Развалить Россию и воспользоваться ее ресурсами. Ну а для того, чтобы этого не допустить, я перехожу уже на нашу сторону, да, и на нашу внутреннюю политику, для этого нужна вот эта концепция единого русского народа, русской цивилизации единой. Которая была посвящена настоящему будущему, который был посвящен вот этот всемирный русский народ. Все правильно. Это выбор наших предков. Это не наш выбор. Вот это единство. Вот это большие народы. У нас единственное пришлое... И главное, у нас все народы живут на своих местах. Как жили тысячи лет назад, так и живут. Единственное, кто к нам пришли, это калмыки. Но они попросились. Им отвели земли. Сказали, будете служить России, живите. Вот так что в этом единство. Это выбор наших предков. И если мы его будем нарушать и каким-то образом, то от России ничего не останется. И как от цивилизации в том числе. И от нашей идеологии, и от нашего религии, от наших, все это уйдет. Не допустим. Валерий Николаевич, спасибо большое за очередное, очень интересное, наполненное фактами историческими, да, которые, ну, для меня, в таком случае, впервые были сегодня озвучены. Благодарю вас за это выступление, за эту речь. Друзья, напомню, говорили мы сегодня с Валерием Николаевичем Тимошенко, доктором исторических наук, профессором Высшей школы педагогики и истории педагогического института Тихоянского госуниверситета. Еще раз благодарю вас. Это был проект «Смотри Хабаровск». Меня зовут Дмитрий Павленко, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова